Любовь в 73 года. Не думал, что такое возможно. Кто новая избранница Барри Алибасова? Что возмутило Ксению Собчак в прицерковном туалете? Кот здоровья. Что же это такое? Лолита Милявская не перестает удивлять откровениями о своей жизни. Эти и другие новости сегодня на канале Сплетники. Барри Алибасов, несмотря на свой почтенный возраст, все еще продолжает удивлять публику. После скандальной истории, связанной с квартирой его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной, 73-летний шоумен на несколько месяцев пропал из поля зрения, а его таинственное исчезновение породило множество слухов. Однако впоследствии выяснилось, что все это время Алибасов находился в психдиспансере. Туда его поместил собственный сын, поскольку у Барри диагностировали проблемы с психикой. Напомним, что продюсер переписал квартиру своей супруги на водителя, заявив, что сделал это, чтобы не платить огромные налоги. В результате Федосеева-Шукшина вынуждена была возвращать недвижимость через суд. Сразу после этого Алибасов оказался в психдиспансере. И вот буквально недавно стало известно, что Алибасов влюбился. Его избранницей стала 31-летняя помощница. Более того, девушка ждет от шоумена ребенка. Барри даже выложил в Инстаграм интимное видео, где он лежит на диване, а его партнерша по сексуальным утехам забросила на него ноги, которые он с наслаждением поглаживает. Сын продюсера не стал комментировать видеоролик, зато адвокат основателя музыкальной группы «Нана» Александр Бенхин заявил, что Алибасов действительно влюблен в свою помощницу, а в декабре после официального оформления развода с Федосеевой-Шукшиной сразу женится на своей новой пассии. Что касается самого Барри, то в соцсетях он написал, что ему не верится, что можно так любить в 73 года. Далее он поблагодарил девушку за то, что она появилась в его жизни. Бенхин также сообщил, что сын Алибасова нанял сыщиков, чтобы те разузнали, кем является эта самая беременная Вика. Также он добавил, что вскоре на федеральных каналах обо всем подробно расскажут. Интересно, что в голове у 73-летнего Барри, что его так штормит в последнее время? Или все это делается только ради хайпа и заработка на ток-шоу? Как считаете? Ксения Собчак недавно побывала в одной из церквей Сергеева Посады. 39-летняя ведущая в компании своего мужа, 45-летнего режиссера Константина Вагомолова, съездила в Троице Сергееву Лавру. Однако даже после посещения такого места, где она вроде как собиралась соприкоснуться с духовностью, Ксения говорила не о высоком, а о туалетах. Ну а что еще остается ждать от экс-ведущей Дома-2? Правда, надо признать, что повод для возмущения у Собчак был. Ее не устроило то, в каком состоянии находятся прицерковные туалеты. Ксения отдала 15 рублей, чтобы сходить в туалет. То, что она там увидела, так сильно поразило горе-политика, что она даже выложила фото в Инстаграм. Собчак назвала церковную уборную очком и заявила, что здесь за посещение такого места принимают 15 рублей по карте. Также бывший кандидат на пост президента добавила, что ей вся эта ситуация напоминает Пелевина. Не могут сделать нормальный туалет, зато айфонов заплатить можно. Также Ксюшу расстроил и город. Она считает, что он мало похож на туристический центр, хоть и претендует на такой статус. Собчак отметила, что в Сергиеве-Посаде нет достойных ресторанов. В качестве примера она привела Суздаль, где вся необходимая инфраструктура есть. Интересно, а почему Собчак в первую очередь интересует туалеты и рестораны? Ведь ездила же в церковь. Си Цзиньпинь выступил с необычным предложением. Председатель КНР принял участие в саммите G20, прошедшем в формате видеоконференции. Во время мероприятия он предложил воспользоваться данными коронавирусных тестов для создания единых кодов здоровья. Политик рассказал, что механизм будет работать на основе тестов на нуклеиновую кислоту в виде международных QR-кодов. Какие-либо подробности Си Цзиньпинь сообщать не стал. Отметим, что такие коды действуют на китайской территории с весны. Каждый населенный пункт имеет свою систему в соцсетях Elipay и WeChat. Коды содержат информацию о местах, которые посещал человек. Это позволяет сделать вывод, безопасны ли они в плане эпидемиологической обстановки. Данные районы также отмечаются красным, зеленым или оранжевым цветом. Лишь зеленый цвет кода позволяет попасть в любой транспорт или здание. Вот и придумана система слежения за людьми под предлогом ввода кода в здоровье. Теперь можно узнать, кто и где был. Тотальная слежка началась, как считаете? Пишите свое мнение в комментариях. Регина Тодоренко шокировала своих поклонников скандальным видео. В ролике она общается с психологом, где рассказывает подробности о своей личной жизни. Выяснилось, что брак девушки отнюдь не так хорош, как считала публика. Напомним, что раньше звездную семью ставили в пример, поскольку они всегда на людях делают друг другу комплименты. Теперь же, внезапно, Региночка во всеуслышание заявляет, что хочет развестись. При этом в конце видео она добавила, что пока не созрела окончательно для этого решения. Интересно. Неужели Влад Топалов настолько бесхребетен, что можно вот так людям говорить о браке с ним? Неужели он будет дожидаться, пока Регина созреет? А может, прямо сейчас уже послать ее на все четыре стороны? Как нормальный мужик будет терпеть такое? А еще раньше теледива поразила общественность другим, не менее эпатажным поступком. В конце выступления со своим партнером Романом Костомаровым в рамках шоу «Ледниковый период» Тодоренко страстно поцеловалась с ледовым партнером. Непонятно, зачем это было делать. При этом жюри явно не оценила этот широкий жест и поставила низкие оценки. В общем, целоваться Регина умеет, только вот понравится ли это Топалову? И не по этой ли причине Тодоренко заявила, что у них разлад в семье. В общем, глядя на эту дамочку, сразу понимаешь, что главным врагом человека всегда является только он сам. Как считаете, чем закончится история? Если поступки Тодоренко для многих стали неожиданностью, то Лолита уже давно привыкла к эпатажу и открыто пользуется своей скандальной репутацией, чтобы в очередной раз привлечь интерес к своей персоне. Недавно Лолита в интервью сообщила, что у нее было так много половых партнеров, что она даже вряд ли всех сможет вспомнить. Милявская подчеркнула, что даже не всегда помнила имя самца во время полового акта. Другим откровением стало то, что Лолита за свою бурную половую жизнь успела переспать и с неграми, и с женщинами. Интересно, что так певица пыталась понять, подходит ли ей такое или нет? Лолита призналась, что огромное количество половых партнеров и неразборчивость в них привела к тому, что личную жизнь так и не удалось устроить. При этом она считает, что в этом есть свои плюсы, и главная из них – возможность спать с кем захочется и не бояться беременности в силу возраста. Интересно, а какими еще откровениями поделится Лолита со своими поклонниками? А может, в ближайшее время увидим и видео подтверждения слов? В последнее время это становится нормальным явлением. Надо Лолите задуматься, ведь скоро просто рассказов будет уже недостаточно. Если вам понравился сегодняшний выпуск, нажмите палец вверх, это поможет развитию канала. Если не понравился – палец вниз. Это были «Вот так новости». «Танцуй под Бузову», «Чик-чик» под эту легкую музыку. «Чи-чи». «О, О, Стерео». «О, О, Стерео».